Субтитры сделал DimaTorzok Встаем Последняя экскурсия Далат Время 6 часов Никакого отдыха Все куда-то надо вставать, вставать, вставать Но надо вставать Полные руки Еды Будем сидеть, на дорогу глядеть Субтитры сделал DimaTorzok Да, нам уже все равно грязненько, не грязненько Какой завтрак аппетитный Бургер Бургер Кинг На берегу реки Бургер Бургер Представление Виа Лейся Песня А Вот она так шурчит Да? Угу А это она таки течет, наверное, туда, да? Угу А вот, может, мы проезжали Угу 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 Хурмак Когда кофейная ягода созревает, она становится темно-весневого цвета. Хурма зеленая. Созреет в августе. Бананы, пожалуйста, вот сахарный тросник. Вон бананы, смотри, как вкусно. Хурма. Угу, бананы. Это хурма впереди, бананы вот. Вот это кофе. Вон, пожалуйста. Что ты сказала, вон птички-курочки? Ха-ха-ха-ха. Птички-курочки убежали от нас. Погода осень. Дождик моросит. Сосны. Как дома? Кофе какой-то мягкий, который завалился в руках. Вот так живут в горах вьетнамцы. Кофе, кофе. Рви, Кать, да мы обжарим. Да, это, прости меня. Ага. Вон Толик маяк стоит. Покуривает. От нас клонов растет кофе. А вы сейчас ничего не видите. Спасибо. Речушка прозрачная какая-то. Теплица. Одна на одной. Катя ведет меня в ад. Вот такие ребята нас встречают. При входе. Врата ада. Вот такие ребята нас встречают. Жуткое место. Но выход все-таки из ада есть. Адский выход. Пойду-ка я туда. Да. А это суд так выглядит. Теплица. 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 Выйдя из ада. Подытожим. Если будете себя плохо вести. Вечно вас будут пилить. Втекать колы. В грудь вбивать. Пешки выдержать. Всякими хорошими с вами заниматься. Так что. Ведите себя хорошо. И когда будет. Сейчас пойдем вон куда. В рай. В Нирвану. В Нирвану пойдем. Это тот кто хорошо себя делает. И хорошо себя делает. И хорошо себя делает. Нашему вниманию. Восковые копии. Вьетнамских монахов. Вот все ходят. Смотрят их. Катю фотографируют. Вот так сделано нормально. Вот тут рай. Солнышко светит. Птички поют. Вот такая локация. Поднимаемся наверх. Ой. Не успел заснять какой тут был. Нормально ветром днуло. Записал записку. Витали. Все в море. Не нужно сделать захваткуу cows恥им herd. Нормально вернули эффект. Ст valuable. Здесь наверное дожил. Иwhere ты мои волочески отдыхут во внимание. В общем русскому человеку только по-другому. Ну так, вкратце какую-то туру посмотреть можно. Подняться на башню. Поднимаемся. Давай еще выше. Еще пока смотри. Знаешь, меня напоминает какой-то Лаос, Камбоджи. Таким вверхом странном. Поехали еще чуть-чуть. Поднимаемся как на маяк. Высоко и долго. Катя, привет. Вот такой вот вид. Панорамный открывается. На все это. Просто поисконьки внизу. Мы приехали вот отсюда, вот так вот, раз сюда. Вот так живут местные люди здесь, вот в таких домиках. Вон там сосновый бор наверху. Кофе выращивают. По кругу обошли башенку и догнать ее. Катюха, стоять. Все, вниз спускаемся. Давай, я за тобой. Тяжело? Ну, блин. Здесь небес райских. Ну, спать я сегодня, наверное, буду плохо после этого ада. После этих кишков наружу. Осиновых колом в груди. Пилят там пополам людей воду. Жутко какая вообще. Покатюха там идет. Все видно. Вокзал, который построили французики, чтобы передвигаться по стране с комфортом. На железную дорогу уже давно попилили на цветметр. Железнодорожную станцию оккупировали китайцы. Хоть с этой стороны китайцев нет. Коротенький обзор про китайскую железную дорогу. Это уже какой-то современный здесь неинтересный паровоз. На вагончике вообще вот такие. Ох, видели бы это французом, что сейчас происходит с этой железной дорогой. Все, говорят, на металлолом сдали вьетнамцем. Сейчас попробую поезд взять на абордаж. Вот, смотрите, какая кабина здесь. Кочегарка. Уголь. Ресторанчик. Тут сразу в чашке моют. Вот тут сидят. Обратная сторона кухни. Вагон. Вот такая атмосфера. Привет, китайцы! А вот этот вагончик уже поприличней. С лавочками. Вот и все. Такой вокзал. 24-х метровая статуя белого Будды. А сейчас он позолотел летом. Летом сезон. Любители. Все это восточное такое. Катя нравится, стоит, слушает. Какие у храма подписаны. 300 долларов, говорят, стоит подписаться. И самое главное, обратите внимание, фамилии все русские. Русские оставляют везде свой след. Обрати внимание, скамейки по 300 долларов подписаны. Русские фамилии в основном. И Москва. Можете пожертвовать больше. Хотите посмотреть в Крейзи Хаус? Давайте. Гуганка. Пойдемте, дальше вам все покажем. Да, и кто на этом билете собирает? Как тут много народу. Это не дом, это сумасшествие какое. Это не я сказала. А вот здесь, вот дома. Пожалуйста, встань за Наташку. Артем. Помню. Ана, да. Вот того, где. Распределение. Вамира, да? Прекрасный подлогный мир. Ребята, встречаемся. Мы через полчаса на выходе. Вперед. Это не дом, это сумасшествие какое-то вообще. Надо же такое придумать. Только архитектурный закончив можно такое придумать, наверное. О, это такой грот крокодилов. Все, поднимаемся сейчас вот сюда, наверх. Одна из комнат. Тоже спальня. Чего вы так кричите, товарищи китайцы? Тут такая узенькая тропочка. Да, вот это да он. Монга придумала. Кать, помаши маме ручкой. Жесть, как высоко. Обалдеть. Обалдеть. В нашем путешествии столько ступеней, чтобы поднимаемся в день на 22 этаж. А, на 48 этаж. 48 этажей преодолеваем. Мы идем, идем по этой узкой тропке. Русотища такая. Вот. В общем, что-то это вообще бесподобное и необычное. Домом должно быть логом, да? Это не дом, это отель. А, отель должен. Креатив. Это больше такой арт-хаус. Такие могли бы быть отели. Не простые. А вот такие. Тут такие проходники вообще узкие. Книжки на берлога? Обед. Вот в таком кафе. Такой вот стол накрыли. А вот когда в Вьетнаме сидят, вы разве не слышали, когда в Вьетнаме сидят? Они, кстати, как я вам сказать, в Вьетнаме один единственный тост. На все случаи жизни. У них нет тоста. Где-то птичка, полглазмея и так далее. Все уснули, а тост продолжается, да? У них очень короткий тост. Мот, хай, ба и я. Раз, два, три. Поехали. Ну давайте, раз, два, три. Поехали. Моткое бою, ребята. Давайте за вас, за вашим, за вашим, за Вьетнам, за то, чтобы он просветал, а мы сюда возвращаемся. Классный обед такой. Поезжали отдыхать. Ой, слабенький такой. Хорошенький. Нам всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я как-то тоже ею. Я как-то, вот я уже ухожу с плохим настроением. Тяжелый, да? Тяжелый, да? Тяжелый, да? Тяжелый, да? Тяжелый, да? Тяжелый, да? Это моя фишка. Чай, чай, чай. Я когда вот это себе, ну, не грустно, потому что когда люди вот так вот убивают людей, да? Причем вот так вот, ни за что, ни про что, то это, конечно, очень... Ну, вообще, тут что-то такое. Ну, что, господа мои? Пожили. Погнали дальше. Дайдите курить. Вперед. Тут это суперлокация вообще, водопад. Видите? И вот мы в парке подошли к водопаду. Водопад такой прям. А мне колечки купили. Покажи. Колечко, колечко. На счастье, на любовь, на деньги, на все колечко. Гон. Вот такой супер водопад. А котек тут такая стоит. И на водопад совсем не глядит. А он такой прям, ох. Такая вот целая река. Ну, сейчас сделаем, не волнуйся. Надо же, это, атмосферу. Вот водопад. Я нравится, атмосферу. Где такой еще увидишь? Вообще на голову льется водопад. Смотри, вот. Я тоже голову помою. Такой свежак. Пованивает водичкой. Вон там Сайгон идет. А вообще тут вот такой вот неинтересный парк. Просто ходишь в лесу. Какая-то речка тухая. Лодки сдают за 300 рублей, прокатиться до водопада. Вот такая чистая водичка. Водичка, водичка. А там, потому что дальше слоны. Они тут все взбаламутили. Пока что плавают. Вот это может быть. Нормально. А впереди буйволы, буйволы и слоны. Страусы, страусы. Будем их смотреть. Страусов у нас тоже в Подмосковье полно. На них нельзя кататься. Сейчас будем страусами мерить. Мериться. Подмосковными и местными. Ну какой же эко-парк без уазика. Без уазика никуда. Местный колорит. У тебя вызывает какие-нибудь чувства слоны? Астраусы. Страус. Никакого катата. Это гончий. Гончий страус Феррари. Буйволы. Яички греют об асфальт. Печет. Печеные яички. Ой. И козел. Достопримечательность. Ты козла кто видел? Ну уазик. Чем тебе не козел? Кататься на слонах. За 300 донг. Это 600 рублей по нашему. Неа. Гид идет такой и говорит. Вон там что говорит в отличие от страусу, что она развита? Что что? Уй. Парк называется Хуем в пень. Короче этих я там всех поимел. Пойду дальше. Вот они бедняги. Никуда в очередь братану сыпет им. Сыпь братан больше. Развлекай народ. Куда пошел? Цыпцы, 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 цыпцы. Клюют, клюют, клюют. Клюют. Сказки, цыпцы, 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 цыпцы. Пчу, цыпцы, цыпцы, цыпцы. Как уж такое? Как ее нужно? Клю愛. Клюют accepted. Слышишь лифт? Темнотишка. У нас даже лучше номер, чем... Нифига себе. Ничего себе. Номер лучше, чем мы и живем. Вот это да. Что же можно в ванную принимать? Крутяк. Привет. Мы заселились в городе Долан. В номер. Круто вообще. Сейчас покажу вид из окна. Вот такой классный вид. На какой-то, не знаю, рынок что ли. Можно попить, водичка есть. Слушайте, ну очень достойно. Что там? Халаты, сейф, весы. Ну полноценный, в общем, номер такой для отдыха в Долате. Это просто круто. Рис, салат. Ром. Ром? Нет. Этот толант. Такой вот вьетнанский город, с такими вот огнями, озерами. Такая вот красота вечерняя. Хотите жестью? Смотрите на это Это не демонстрация Не день города Не салют какой-нибудь Это просто обыденный вечер В давате Как вам такое Скопище Ускоглазого народу Вообще жара Это надо увидеть Что творится ночью в давате Вот это вообще движуха Их тут миллиарды Вот дорогу переходим Пошли в жопу Движение О, присядем Ночная жизнь в давате Столько народу Одни китайцы Просто заполонили планету Мы идем домой Пришли мы в номер А тут такой дискач за окном Долбит музыка Аж стекла дрожат Какой-то концерт Это, а не ярмарка Такой вот пузданчик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok